привет ребята как и обещал сегодня с вами поговорим о портфолио для тестировщика потому что в 2022 году этот атрибут стал обязательным вашем резюме в вашем пакете документов которые вы должны отправить работодателю перед тем как он рассмотрит вас как кандидата до раньше такого требования не было да и сейчас мало кто о нем говорит но на самом деле если вы хотите каким-то образом показать что вы умеете работать с тестовой документации например либо с какими-то инструментами с помощью которых вы можете создать какие-то тестовые артефакты либо же другие не знаю выливающиеся вещи из этого то обязательно нужно прикреплять все ссылки на такого рода документацию артефакты и так далее позволю это вообще если кто не знает обычно документ который содержит образцы ваших работ которые помогают будущему работодателю сделать некоторое представление о вас как специалисте иногда это кстати может избавить вас от прохождения тестового задания и в целом если мы говорим про портфолио то туда лучше размещать то в чем вы уверены на сто процентов но перед тем как мы с вами разберем некоторые технические составляющие создания такого портфолио и еще может быть какие-то секреты которые вам нужно знать лайфхаки которые помогут сделать его лучше я бы хотел сказать о том что у меня есть большое количество телеграм-каналов я знаю что не все из вас на них подписаны поэтому если вам интересно все таки следите за другими сообществами а сообщества в нашем русскоязычном сегменте очень хорошо работают могу вам точно сказать что благодаря ним люди находят себе менторов находят работу и так далее у меня всего таких сообществ наверное 11 как с которыми я постоянно нахожусь во взаимодействии которые когда-то создал здесь сообщества как общего характера который содержит какие-то статьи это полезный ресурс это вот мои два главных канала кейсклад и канал который называется тестирование с нуля либо тестировщик с нуля до тестировщик с нуля все-таки здесь и размещает тоже какую-то информацию полезные статьи также есть всякие разные чаты обсуждения по интересам фудилка есть чатка есть обсуждение курсов которые ребята могут проходить мы здесь делимся отзывами также если зайти закрепленные сообщения то тут есть ссылки на таблицы куда ребята оставляют свои отзывы и где можно поделиться тоже своими поэтому заходите смотрите будем рады есть канал с менторами где можно найти себе преподавателя либо духовного какого-то наставника как на платный так и бесплатной основе в общем это ребята уже решают сами поэтому тоже заходите смотрите есть даже чат для автоматизаторов я сам автоматизации не занимаюсь но ребята попросили поэтому я создал здесь тоже ребят помогают друг другу в решении каких-то вопросов, связанных с авто. Есть QA-видео. Это такой запасной канал, куда я загрузил все свои основные видеоролики. Если что-то случится с Ютубом, например, то можно будет найти их здесь. И есть канал для менеджеров. Здесь ребята непосредственно менеджеры в основном обитают и обсуждают какие-то вопросы, связанные с этим направлением. И один из новых каналов, которым я тоже горжусь, это канал про стажировки и обучение. Здесь стажировки не только по QA-составляющей, не только по тестированию, но и по всем направлениям IT в странах ближнего зарубежья, в нашей геолокации, в Беларуси, например, то есть можно будет тоже что-то найти. Поэтому заходите, подключайтесь, ищите стажировки. Они действительно есть. И самый новый канал, который я создал, он такого больше лайфстайл направления. Он про Турцию, про то, как я здесь живу. И не только про Турцию, но и про мои какие-то вещи, связанные с обучением. Здесь подсказываю, как бесплатно можно учиться на некоторых сервисах, как можно сэкономить, как искать работу, потому что я скоро буду тоже искать новую работу в 2023 году. Поэтому тоже заходите, смотрите. Мне кажется, что что-то полезное вы для себя тоже сможете здесь найти. В общем, продекламировал все. Также не забывайте про мой Инстаграм, не забывайте про другие соцсети, с которыми я каким-то образом связан. И часто ребята мне пишут, что вот, ты там забил на YouTube. Я не забил на YouTube. Просто сейчас есть немножко другие приоритеты. И вот эти сообщества тоже, в том числе, занимают какой-то приоритет в моей жизни. Инстаграм занимает какой-то приоритет. Самый большой приоритет сейчас — это курсы, которые я веду, как те, которые уже заранее предзаписаны, и ребята могут их проходить в любой момент времени, без моей какой-то обратной связи, но все-таки с практическими заданиями, с новыми видео, которых нет на YouTube. И, конечно же, мои онлайн-курсы, которые вот я уже запустил, и уже одна группа полноценно учится. Я трачу на это тоже свое время, провожу живые вебинары. Сейчас подключаются новые группы. В общем, три группы я планирую в течение вот этого года и первых двух месяцев следующего выпустить, и дальше уже в 2023 году набирать новые наборы. Поэтому это мои основные приоритеты на YouTube. Я, конечно, про него помню и стараюсь тоже что-то периодически выкладывать, какие-то шорцы. Пусть это не всем нравится и все хотят какого-то обучающего контента, но он тоже, вот видите, есть в хотя бы таких видео общего характера, потому что приоритеты сейчас немножко изменились. И YouTube, он, конечно, является основной площадкой, с помощью которой я вообще выбился в люди и благодаря которой ее знают. Но все же, ввиду всех ограничений, которые сейчас есть для такого контента на русском языке, все-таки приоритеты немножко смещаются. Поэтому не серчайте, я обязательно буду что-то снимать сюда и полезное в том числе. Организационная часть. Позайди. Давайте теперь поговорим о портфолио. Я советую вам создавать портфолио непосредственно на GitHub. На GitHub создают его разработчики, автоматизаторы. Почему мы, тестировщики, не можем это делать? Не всегда портфолио — это непосредственно код. Вы, например, ходите на курсы. Вы создаете какой-то набор тестовой документации. Я думаю, что всем вам известны это чек-листы, это тест-свиты, тест-кейсы, это баг-репорты. Возможно, вы работаете с базой данных и пишете какие-то запросы. Можно прикладывать образцы ваших домашних заданий запросами. Возможно, это обращение к баш-консоли. Тогда можно прикладывать и баш-запросы. Возможно, это коллекции в Postman. И таким образом вы тоже можете коллекции прикладывать. Это несложно. Просто нужно сделать паблик-вью в вашей коллекции, прикрепить ее. Тогда любой участник этой глобальной сети интернет сможет просмотреть информацию. Поэтому все это можно указывать при одном условии, что вы 100% уверены в том, что ваша тестовая документация, она классная, она качественно написана. Поэтому попросите дополнительное какое-то ревью не только у преподавателей курса, но, может быть, у ваших коллег, ваших друзей, которые работают в тестировании. Это немаловажно. И главное, чтобы ваши тесты-артефакты не бесили вашего проверяющего будущего интервьюлера. Поэтому лучше, чтобы они были выполнены качественно на 100% и проверены всеми возможными способами. Если вы не уверены в своей тестовой документации, то лучше, конечно же, в вашу портфолио не загружать. Что касается вот этого внешнего вида, по облучанию вы не сможете так сделать в ГИТе. Для этого нужно создать специальный репозиторий. Я думаю, что все, по крайней мере, большинство людей, которые следят за этим каналом, уже умеют работать с ГИТом, знают какие-то базовые команды, знают, что такое репозиторий. Если вы не знакомы с этим инструментом, то заходите в плейлист GitHub для тестировщика на этом канале. Я сейчас помещу ссылку где-нибудь тут сверху. И сможете там изучить базовые команды, узнать, что такое репозиторий, как его создавать, как клонировать, как пушить, как пулить и так далее. Так вот, условно, мы знаем, как работает с ГИТом. Вы должны создать, во-первых, репозиторию. И репозиторию вы должны назвать точно так же, как имя вашего пользователя. В данном случае имя у меня Артишок, моего пользователя. Почему так? Потому что это имя закрепилось после того, когда один подписчик какого-то канала в Телеграме сказал, что это курсы какого-то Артишока. Очень часто с моим именем встречаются различные вариации на тему и смешные ситуации. Как-то закрепился этот Артишок, и я вот сейчас его использую активно, в том числе в личном бренде. Поэтому да, вот называется Артишок. Создаете такой же репозиторий. Создается он просто, нажмете New Repository, и назовете его точно так же, как ваше имя пользователя, но здесь воноре отображается. Назовете, создаете его публичным, само собой. И у вас автоматически в этом репозитории создается файлик Readme.md. Причем этот файлик будет разделен на логические всякие составляющие, модули, и вы сможете загрузить так называемое биоинформацию о себе сюда. Но мы не будем использовать дефолтный Readme, надо будет его изменить. Я не буду сейчас показывать все манипуляции, которые связаны с этими изменениями, поэтому просто прикреплю ссылку вот на видео в YouTube. Нет смысла мне рассказывать чужой контент, поэтому можете посмотреть его. Есть еще на английском языке тоже. Там все подробно рассказано, что нужно сделать для того, чтобы у вас получилась вот такая похожая страница. Поэтому обязательно его посмотрите. Ссылку, конечно же, я оставлю в описании. И в самом этом видео есть еще большое количество ссылок, которые вам понадобятся для того, чтобы сделать так вот все красиво. То есть у вас создастся вот этот Readme.md файл, он будет кастомный, его нужно будет немножко переделать. Я пользуюсь редактором кода Visual Studio. Вот у меня этот репозиторий уже в том числе склонирован на мой компьютер. И здесь у вас будет какой-то файл, вы сотрете всю информацию, вам нужно будет использовать Markdown, специальный такой язык разметки, с помощью которого потом у вас такая вот красота получится в самом GitHub. Здесь мы разделим эту информацию на несколько логичных блоков. То есть будет картинка, этот вот типа ваш логотип, тоже придумайте, что здесь может быть. Скорее всего, это будет просто имя вашей фамилии. Обязательно для того, чтобы эта картинка у вас прогрузилась, ее нужно будет загрузить в специальную папку, создадите в репозитории, назовете ее Assets и загрузите в эту папку вот этот вот файл, который вам необходим для того, чтобы эта картинка была. То есть картинка и есть этот файл. Все создадите и потом будете использовать вот этот вот язык разметки создавать. Здесь ничего сложного нет, даже если вы его не знаете, просто по аналогии какие-то базовые вещи посмотрите в самом файле, вот таким же образом сможете скопировать мой файл readme.md с моего репозитория, скачать его и переделать для себя. То есть здесь информация идет, опять же говорю, это логотип, который вы загрузите в Assets. Дальше несколько фраз о вас. То, что здесь решетками выделено, это размер вашего заголовка. Если две решетки, он больше, если три решетки, он меньше. Здесь напишите информацию общую о себе. Далее надо разместить информацию в ваш CV. Здесь вы размещаете информацию про линку. То есть вы можете загрузить его на любой файлообменник, например, на Google Drive, то есть на Google Disk. Ссылку сюда прикрепите. Обязательно нужно будет название вот этого логичного модуля размещать в виде, точнее заключить в квадратные скобки, а ссылку заключить в круглые скобки. Таким образом эта ссылка станет кликабельной и вы сможете перейти к вашему резюме. Сейчас у меня здесь резюме такое, не обращайтесь на внимание, оно автоматически сформировано в LinkedIn. То есть я просто скачал. Я буду записывать новое видео, связанное с резюме, как я обещал, и сделал какое-нибудь красивое и прикрепил все ссылки, которые будут необходимы из портфоли. Ну то есть сейчас можете просто знать, что вот сюда мы закрепили какое-то резюме. Если кому-то интересен мой профиль LinkedIn, то есть тоже находите меня, ищите. Вот тут будет ссылка. Опять же я скину ссылку на репозиторий тоже в описании к этому видео, чтобы вы могли скачать все необходимые файлы для того, чтобы работать с данным био, который вы сами для себя сделаете. То есть видите, здесь отображается сразу информация о вашем CV. Далее у меня здесь информация про мои последние видео. Для вас эта информация, возможно, будет не релевантна, то есть вы, скорее всего, не ведете какой-то блок технически, но если что, можно тоже сделать так. Те пять последних видео с канала, они загружаются автоматически сюда, то есть я каждый раз, конечно же, это не пишу. Есть специальная настройка, опять же, нужно будет с репозиторией ее сделать. Если захотите ее узнать, она тоже есть в этом видео, и вы сможете таким образом подтягивать какую-то информацию, пять последних, например, постов из YouTube, и это можно делать с любой социальной сетью, просто нужно специально ее настроить. Что еще мне здесь нравится? Здесь можно разместить информацию о том, в каких тулах вы работали. То есть если языки еще программирования какие-то есть, то тоже можно это все разместить, и получится вот в виде таких красивых плашечек, и сразу видно, с какими инструментами вы когда-либо работали. Это тоже делается все автоматически, есть специальный ресурс, на котором нужно будет подсмотреть, как это сделать. Опять же, в описании к видео вот этому первому он есть. Как он выглядит в Visual Studio, то есть вот таким вот образом. То есть нужно будет вставлять специальные ссылки, причем, что касается логотипов, они тоже будут у вас загружаться автоматически, и нужно будет только цвета их подкрасить. Опять же, это вы видите в видео, там это все расписано. То есть вот код цвета, который будет соответствовать цвету логотипа того инструмента, который вы будете вставлять. То есть вот это все проставили, и дальше самое интересное, конечно же, это наша тестовая документация. Что советую делать я? Вы должны создать отдельный репозиторий на каждый вид тестовой документации, вашего артефакта. То есть если есть щек-листы, создаем отдельный репозиторий. Есть тест-свиты, тестовые наборы, создаем отдельный репозиторий вместе с кейсами. Баг-репорты, отдельный репозиторий и так далее. Потом вы просто называете логично тестовую документацию, так как это необходимо, и подставляете ссылки, которые вас интересуют, которые ведут на тот репозиторий, который вам необходим. И далее при открытии, само собой, у вас будет подгружаться тот репозиторий, который вам необходим. Сейчас у меня они пустые, но, видите, они тут есть, поэтому загрузите сюда тест-кейсы, и, например, можно будет их просмотреть. Опять же, это могут быть какие-то ссылки, это может быть какой-то файл, Excel, например, все up to you. Что касается того, чтобы это нативно было сразу видно в GitHub, вы можете в txt формате делать данные файлики, они тогда будут сразу видны и на WebMord без каких-либо открытий, то есть на фронте вы сразу это увидите, но я не рекомендую так делать, потому что те же самые чек-листы, тестовые наборы не очень хорошо будет видно на txt, там будет просто набор текста без какой-либо форматирования, поэтому лучше загружать их в какие-нибудь системы. Если мы говорим про ссылки на всякие jiri, на tms-системы и так далее, обязательно смотрите, чтобы у вас были открыты приватные все настройки, то есть они должны быть публичными, и, насколько я знаю, например, jiri так сделать не получится, нужно будет все равно создавать какую-то группу, особенно если мы говорим про бесплатную версию, которая там есть, поэтому тоже не советую так делать. Если вы 100% уверены, что ссылка эта открывается, ее могут увидеть все, тогда вставляйте именно ссылку на этот инструмент. Как еще можно сделать? Можно импортировать данные из того инструмента, в котором вы работаете. Обычно это можно сохранить в Excel, в PDF-файле и тоже прикреплять эту информацию сюда, то есть тоже можете так поступить, обязательно посмотрите вот эти все настройки импорта, экспорта в вашей системе. Чтобы проверить, что вас шашил... чтобы проверить, что ваша ссылка открывается везде, вы просто копируете эту ссылку, которую хотите вставить, открываете режим инкогнито в браузере, Ctrl-Shift-N нажимаете, либо Command-Shift-N и вставляете эту ссылку. Если она нормально открывается, все прогружается, все ок. Если нет, значит есть какие-то ограничения, либо же в самой системе нужно что-то поправить, либо же сама система не дает этот публичный доступ всем. Поэтому тоже об этом помните. В GitHub тоже создавайте публичные репозитории, чтобы они были видны всем, чтобы когда вы вставляете ссылку на ваш репозиторий, она открывалась без проблем. Далее информация на ваши социальные сети, то есть я советую обязательно здесь упомянуть ваш LinkedIn, создать там профиль. Если не знаете, как создавать профиль и почему он так важен, посмотрите мои видео, связанного с LinkedIn. Я недавно еще про фишки LinkedIn занимал видео, тоже посмотрите, что-то полезное, может, для себя найдете. Телеграм ваш для связи, если необходим. Вставляйте только те соцсети, которые профессиональны, чтобы не путать ни себя, ни рекрутера, и чтобы потом не возмущаться, почему рекрутер пишет на личный какой-то адрес, либо звонит на личный телефон. То есть тоже об этом, пожалуйста, помните. Здесь какая-то общая информация по GitHub. Опять же, это тоже можно настроить все. Так, давайте мы тут закроем, нам не надо пока ничего устанавливать. Так, и таким образом тоже можно какую-то стату по вашему репозиторию, что вы с ним делали, она здесь подгрузится. Опять же, это все есть в видео первом. Обязательно ссылку оставлю, просто я сейчас делаю акцент на том, что интересно именно со стороны тестировщика для вас и для вашей будущей профессии и первого собеседования, на которое вы попадете. Здесь вот эти все ваши репозитории само собой будут подгружаться, поэтому я просто советую создавать разные, чтобы была тоже какая-то активность в вашем профиле, и будет видно, что вы что-то здесь делаете, и заодно потренируйтесь. Все, кстати, ваши изменения, которые вы будете делать, я советую по отдельности заливать. То есть изменили myCV, создали новый commit. Изменили latest YouTube videos, например, создали commit. Подгрузили language in tool, создали commit. Что-то про апдейтали, создали commit. Обязательно не забудьте его запушить. И тогда все будет ок, все будет работать. И будет видна еще история ваших изменений, которые есть в профиле. Опять же, это хорошо. Пусть что-то добудет. Что касается автоматизаторов, то здесь вы уже сами для себя решаете, что вам здесь подгрузить. Я думаю, что вопросов у вас не должно возникнуть. И далее, как мы можем использовать это портфолио, то есть вы можете давать ссылки внутри вашего резюме. Например, есть какой-то инструмент, берете ссылку из вашего портфолио, например, на репозитории, подгружаете ее, и непосредственно будет подтверждение того, что вы работаете с этим навыком. Опять же, видео про резюме, которое будет скоро на канале, я про это расскажу и расскажу, как это лучше линковать. Мне кажется, сложности не должно возникнуть в вашем блоке скиллов и каких-то навыков и компетенций. То есть вот таким образом тоже это можно все делать и показывать, что умеете работать с гитом, гитхабом. Если будете еще делать все это не просто через гитхаб, а через гит и с помощью команд, и будет видно, что вы коммитами, там какими-то пользовались, что-то пушили. То есть это тоже хорошо и говорит о том, что вы умеете работать с этим инструментом. То есть уже дополнительное подтверждение того, что вы молодец. Используйте, пожалуйста, с умом этот инструмент. Не забывайте про портфолио. Это может быть вашим конкурентным преимуществом, потому что у человека, у которого портфолио нет в себе, может быть не так сильно обратить внимание рекрутер тот же самый. А у того, который есть, будет классно и видно, что вы умеете работать с этим инструментом, да еще и умеете подтверждать ваши навыки таким образом, и это сможет вас в будущем тоже обезопасить, может быть, от тестового задания, но иногда нет. Иногда придется вам все равно его делать. Про тестовое задание вы позицию знаете. Если вы начинающий специалист, то не отказывайтесь, пожалуйста, от них. Обязательно выполняйте. Это практика для вас. Это некоторый опыт, который вы можете получить, если вы вообще учились самостоятельно, и у вас не было практики, то круто будет выполнить какой-то ТЗ. Иногда они очень интересные и покрывают не только написание тестовой документации, но и работу, например, с API, либо же с HTML и CSS. Разные есть абсолютно тестовые задания, поэтому обязательно их выполняйте. Те, кто не будет выполнять, скорее всего, вас на собеседование, конечно же, не позовут, и вы, возможно, потеряете шанс попасть на работу. Пожалуй, это все, что я хотел вам сказать про портфолио. Все ссылки из этого видео я оставлю в описании. Обязательно переходите к тому видео, про которое я говорил. Вы потратите где-то в среднем 2 часа, наверное, на заполнение данного портфолио. Соберите все необходимые тестовые артефакты. Конечно же, вы это можете портфолио потом дополнительно обновлять, добавлять что-то новенькое. Это все динамично. Пожалуйста, не теряйте возможность такую, чтобы показать рекрутеру, что вы умеете этим пользоваться, и не только рекрутеру, но и вашему техническому интервьюеру, который увидит это портфолио. Не забывайте подписаться на соцсети, которые тоже есть в описании к этому видео. Если вас интересуют мои курсы, переходите на мой сайт, он сейчас появится тоже на экране. И увидимся с вами в новом видео, которое будет посвящено резюме. Оно выйдет либо на следующей неделе, либо через 2 недели, получается. Следите за обновлениями, может какими-то шортами еще тоже вас порадую. Пожалуйста, тоже не игнорируйте их, ставьте лайки, оставляйте комментарии под этим видео в том числе. Как я уже говорил, это очень важно для того, чтобы YouTube сейчас видел, что этот канал работает и продвигал его дальше, если вы хотите видеть полезный какой-то контент. Увидимся с вами совсем скоро. Пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok